здравствуйте дорогие телезрители наша очередная встреча началась как обычно с моего появления на экране значит я вежливо поздоровался обаятельно улыбнулся и этим сразу задал мягкий приятный тон для всей передачи наш отчет о съемках восьми новых серий маски 2005 мы начнем с рубрики название которой звучит . к названию всего нашего информационно-развлекательного цикла а именно маски шоу 15 лет спустя постоянные зрители маски шоу наверняка помню двух прелестных персонажей хулиганистого мальчика и вредную девочку вот они посмотрите а а С тех пор прошло много лет, актеры выросли, и мне показалось интересным встретиться с ними сейчас. А вот и первый ребенок, Гоша Зарев. Привет. Привет. Помнишь ли ты того маленького мальчика, который снимался в маске шума? Конечно помню. Он до сих пор еще живет во мне и очень часто просится наружу. Продолжение следует... Продолжение следует... Ты в жизни был таким же вредным и хулиганистом, а сейчас как? Ой, в жизни, конечно. Вы спросите у моих родителей и у моих учителей в школе, они вам потом рассказывают. Но сейчас уже, конечно, нужно быть более серьезным. Все-таки учеба, работа, спорт, отдых, ночные клубы, женщины, алкоголь, наркотики. Хотелось бы стать профессиональным актером? Вот честно говоря, иногда такое желание ко мне приходит, но на самом деле я этого не хочу. Какую роль ты играешь на нынешних судьбах? Моя роль заключается в том, что я администратор на съемочной площадке, но поскольку я еще только учусь, я ее играю не очень уверенно, но я буду стараться. Интересно, а твоему поколению нравится маски шума? Тебе лично? Думаю, да. Ведь юмор достаточно простой и понятен, наверное, каждому. И я думаю, что вряд ли парень моего возраста или девушка откажется от того, чтобы провести полчаса перед экраном и посмеяться. Я с удовольствием это делаю. А с девочкой Яночкой Делиевой мы повстречались уж совсем в неожиданной обстановке и отвлекли ее своими вопросами от одного очень важного мероприятия. Яночка, ты помнишь ту маленькую девочку, которая много лет назад впервые снялась в сериале «Маски шум»? Помню маленькую девочку, помню, как ее нашли в капусте сначала, потом помню первое шоу «Маски на свадьбе» и, соответственно, все остальное. Но «Маски на свадьбе» продолжаются вот сегодня. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Не превратят ли они твою свадьбу в веселое шоу? Я только на это надеюсь, что все превратят ее в веселое-веселое шоу и друзья, и родители, и все близкие. И я с своим мужем. Завтра очередной день съемок нового сериала «Маски 2005». Как ты думаешь, твой папа-режиссер выйдет с утра на смену? Думаю, выйдет, потому что он, к сожалению, в равной степени режиссер и отец. Думаю, выйдет. Пожелаем же подросшим детишкам успехов. А Яночку еще и поздравим со свадьбой. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. 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 Саша, поделись, пожалуйста, своими впечатлениями о работе с «Масками». Самые хорошие, добрые и легкие, скажем так. Уже достаточно давно я с ними работаю, с 96-97 года. Ну, пока все. Друг другом довольны. Что необычного, забавного в твоей профессии может быть интересно для телезрителей? С твоей точки зрения. Трудно сказать. Все время все по полной неожиданности. Возникает куча всяких проблем, которые надо решать за три секунды. Скажем, построить дом размером 100 метров высотой, помещение, которое 3 метра высотой. Отсюда всякие комические ситуации. Саша, значит, вот твоя работа, она сродни легкому обману. Зрители видят на экране роскошный дворец. На самом деле это сплошная фанера, картон, деревяшки, одним словом, декорации. Вот ты считаешь это правильно? Вообще не стыдно? Ну, если в них достаточно вкладывается энергия какой-то внутренней, то не стыдно. Твое отношение к происходящему и пожелание проекта? Ну, дай бог, чтобы все было хорошо. Большого плавания желаю. А мое отношение самое было желание. Большое спасибо. Не буду мешать. Поищем на площадке других героев невидимого фронта. Этого симпатичного доброго мастера тоже зовут Саша. Александр Алексей. В маске шоу он отвечает за элементы декорации, трюки, визуальные эффекты, за игровой реквизит. В общем, работает с предметами. Так получилось совершенно несправедливо, что в течение многих лет он ни разу не появлялся на экране. Но вот сейчас сбудется его мечта. Саша, скажите, чем интересна ваша профессия? Тем, что из ничего делаешь что-то. А потом это что-то разламывается, мелкие кусочки, и получается еще больше ничего. А бывало ли так, что трюки не получаются? Тогда это какие трюки? Трюки должны получаться. Такого не должно быть, чтобы они не получали. Саша, какое у вас хобби, помимо переделки горбатых запорожцев? Все, что не связано с работой, наверное, уже является хобби. Это катание на мотороллере, отдыхание летом на море, зимой на коньках катание. Вот мы и познакомились с вами, друзья, с двумя Александрами. Большое вам человеческое спасибо, Саша, за ваш нелегкий, но почти неблагодарный труд. А мы с вами, друзья, встретимся через несколько мгновений в следующей рубрике на съемочной площадке. Кстати, сейчас приедем на новую площадочку, возле моря. Там снимаются очередные музыки с шоем. С комиками, с хорошими актерами. Кроме приехали, только подняться на второй этаж. Придется пешком в машине, туда не добираются. Хотя и маленькая. Бежим. О, спорт, ты мир, любила говорить моя бабушка, цитируя то ли кого-то из классиков, то ли знаменитого спортивного барона. Еще десяток лет тому назад мы с вами и не догадывались, что можно вот просто так, запросто, немного потренировавшись... Подвой и улюлюканье, тысяч злитей. Лупить своего соперника куда ни попадем. Причем лупить за большие деньги. Мы с вами не знали о существовании тотализатора. Но для тех, кто до сих пор не знает, сообщаю, что это массовый спор на большие деньги то кого. Не догадывались, что есть какие виды мордобитного боя, где нет... И мы почти нет никаких правил. Короче говоря, как же скучна была наша жизнь, пока по телевизору не начали показывать бои без правил. И так, внимание, внимание, дамы и господа, лебис и джентльмен, мы ведем свой репортаж со съемочной площадки новой серии из цикла маски-шоу, Действие которой проходит на самых провалых, самых зрелищных в истории спорта боях без правил. Приготовьтесь к адреналиновой атаке. До начала беспрецедентного титульного боя остается несколько минут. Делайте ваши ставки, господа. Приготовьтесь, уходи, уходи. Делайте ваши ставки, господа. Пока секунданты шепчут последнее наставление своим подопечным, попробуем узнать чуть больше, чем это позволено правилами тренинговых. А именно, как соперники и их тренеры готовятся. Итак, небольшое интервью с претендентом перед боем. Скажи мне, пожалуйста, какой страшный. Скажи мне, пожалуйста, Саша, ты работаешь без дублера? Вверх не перед боем, перед обедом. У нас мало времени. Я работаю без дублера. И это очень трудно, потому что, на самом деле, ты знаешь, я вообще хотел другую роль сыграть. Какую? Ну, я хотел быть, знаешь, красивым, высоким. Чтоб тебя били, да? Лысым, здоровым, чтобы я всех бил. А получилось, я опять режиссерный трой дал. Ну, насколько я понимаю, есть еще вторая часть, когда ты уже будешь всех бить из последних сил. Да? Нет? Да, режиссера, продюсера. А сейчас мнение одного из бойцов. Как вы считаете, готов ли ваш соперник к поединку? Ну, я считаю, готов, потому что не было бы этого поединка. Скажите, скорую помощь заказывали? Ну, это, наверное, только для него. Да, возможно. Саша, скажи мне, пожалуйста, противник вообще в курсе, что ты первонаперво актер, а уж потом боец трагедии не будет? Он в курсе, но проблема в том, что он в первую очередь боец. А потом уже актер. А конкретнее, пожалуйста. Конкретнее? Хочешь, я вас познакомлю? Мне нужно, я смотрел со стороны, скажу, было больно? Ну, так, доставал, доставал. Все ли синяки на своем лице нарисованы или есть натуральные? Ну, скруйте и выясните. Дорогие зрители, вас дурят, вас обманывают. На самом деле, здесь на проволоке летают каскадеры. И бьют вообще не меня. И бьют не тех, кто... Понимаете, это из... Подожди, не тех, кого бы тебе хотелось. Давай конкретизируем. Да, и деньги платят не те, и вообще обедать. Ты что-то не то говорила? Ну, я тоже не то спрашиваю. Так, еще один вопрос. Веришь ли ты, Саня, в свою успеху? Успехи бывают разные. Ну, в какой из них веришь, в какой нет? Нет, на самом деле, все прописано. Конечно, я его замочу. И жалко парня, потому что он действительно вот лечит меня красивый. И достойный спортсмен. Но, в общем, он будет смешным в результате. Ну, и еще несколько добрых слов перед боем. Добрых? Я победил. Я сейчас вот. Сейчас прям говорю, что я победил. Моя победа будет. Спасибо. Посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok Наш Саня самый красивый. Это говорю он я. Успехов тебе, Саня. Спасибо. Это был репортаж о подготовке масок к боям без правил. Сам поединок века смотрите на экранах ваших телевизоров. До свидания, дорогие телезрители. А я, пока бой еще не начался, побегу, сделаю ставку. Субтитры сделал DimaTorzok